всем то второе утро забираюсь сейчас на мой первый день практики ну как практики это я с этой фирмой уже разговаривала и теперь они мне еще второй раз вызывают чтобы я у них там немного поработалась расскажу сегодня вам вечером про все как все было сейчас я уже утром рано съездила сделала коронатест обязательно надо делать чтобы вообще можно туда зайти коронатест получился так что у меня в 7 часов был была запись передо мной уже было три человека они опоздали они позже пришли потом только когда пришли стали свои костюмы одевать там все расставлять поэтому много задержалась и человек который передо мной был у него вообще не было записи его как-то пропустили не знаю как они сделали это вообще когда ты ты сделаешь корону ты я себя по интернету всегда регистрирую и приходит вот такой вот код и ты с этим кодом подходишь они просто его сканывают с таким препаратиком и ты сразу держишь свой свой еще паспорт и все они ни к чему не притрагиваются да и вот быстро проходишь тест они делают вообще уже не как раньше они вот этими палочками прям да вот мне кажется почти до глаз доходили из внутри а сейчас только во рту немного и вот одна левая сторона и больше ничего так что вот такое у меня утро было сейчас мне надо быстро покушать и затем надо волосы приводить в порядок вот так выглядят мои волосы когда я их только помыла и только гладила ну ровно гладила если бы я их не ровно гладила то бы у меня кудряшки были да теперь надо их выгладить накраситься и одеться и собираться уже в путь ребята я доехала я выехала наверное полтора часа зараньше так как я всегда хочу ну не хочу никогда не опоздать ничего поэтому выехала немного пораньше и теперь мне осталось еще 47 минут ну я машину запарковала немного подальше так как у них парковок нету поэтому придется мне туда еще идти минут наверно 15 и до ногу тут только парковаться на 4 часа но вообще-то у меня на 4 часа этот термин и есть на термин ну не знаю мне надо же раньше выйти еще у меня не извиняюсь что я конфеты сосу и с вами разговариваем у меня еще кашель совсем не прошел я хочу сейчас немного как бы утишить свой кашель и чтобы идти чтобы они не испугались меня а так тест у меня есть уникативный пришел мне я его уже в бумажной форме собой взяла чтобы мне зайти туда и мне рассказали как должен пройти мой день вот такого собеседования у меня еще никогда не было это в этой фирме второе собеседование первое собеседование это было по интернету мы включаем камеру и разговариваем вот они спрашивают про меня сейчас мне надо только фабин уже звонил спросил я доехала или нет поэтому камеру быстро выключила ну и вот как проходит мое собеседование до первый раз мы по интернету собеседовали вопросы насчет моего резюме потом я тоже вопросы задавала насчет этой фирмы ну просто это такой был не принужденный разговор мы просто общались примерно час и потом неделю позже они позвонили мне и пригласили меня вот на второе собеседование и вот такой вот способ собеседования я еще не знаю я не знаю как это будет проходить но они мне в приглашении написали как это будет проходить вот в десять часов мне надо быть тут и они сразу сказали или я сама сделаю корона тест или прям у них там можно тоже корону то сделать у них там тоже человеке из которой это может сделать но я решила как-то неприятно когда ты к своему может быть будущему работодателю приходишь и он прям тебе в носу в первый день там ковыряется поэтому я решила этот тест сделать уже зараньше но сегодня утром я вам рассказывала и вот в десять часов меня встретит девушка которая отвечает за персонал и вот она меня полчаса будет по кабинетам водить все показывать рассказывать да затем она меня передаст примерно на полтора часа к тем людям с которыми я вместе буду работать я думаю может быть мы сядем в кругу и и каждый про себя расскажет что-то так как я так не так показалось что этой фирме главное тоже чтобы который человек у них начнет работать влился в коллектив и вот поэтому мне кажется они такие собеседования делают что люди которые там работают тоже решают этот человек им подойдет или нет до полтора часа но я надеюсь там никаких тестов не будет может быть мне компьютер поставят задание дадут выйдут и скажут да наташа делай а такое у меня тоже было ну вот полтора часа с этими людьми потом примерно полтора часа мы пойдем обедать куда обедать я точно не знаю но может быть у них там кухня есть может быть что-то закажу заказывать надо точно не знаю а после обеда меня сразу переймет шеф и там их три шефа одна шефиня два шефа шеф переймет я не знаю какой и мы пойдем с ним кофе пить тоже такого еще никогда не было пойти в первый же день с шефом кофе попить ну вот так вот все было описано а как это будет в реальности я вам расскажу обязательно когда мой день пройдет я возьму опять камеру но наверное уже дома и вам все по порядку расскажу как пришел мой день ребят я пришла домой так устала уже сразу села на диван правда реально тяжело как-то в новый коллектив лица ты вот столько много информации тебе даются и ты просто в голове без конца крутишь 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 но сейчас вам быстро расскажу как это все было ну я вам уже кусочек снимала с машины когда приехала оставила я машину возле вот этой работы куда я ездила нет у них парковки это надо подальше парковаться это там всего на 4 часа и как раз у меня на 4 часа было там не запарковалась и так рано приехала я наверно минут сорок просто там околачивалась туда сюда ходила но тоже время прошло затем я зашла меня приняли я сразу же показала тест что мне негативный от корона и потом вот этот человек или дома женщина девушка которая отвечает за персонал она меня как бы переняла и сразу стала водить по всему по всем бюро ну комнаткам где люди работают а еще хочу сказать этот офис находится в такой вот старой вилле на 2 на двух этажах там как бы две фирмы вот это в которой я хочу может быть работать и еще другая и у них по два этажа да вроде бы так и классно вот в такой вот старинной вилле работать но так а комнатки все такие маленькие вот этот вот шум пол трещит и не знаю много столов как-то все переполнено шум и мне кажется там негде вот так вот спокойно где-то поработать ну вот она меня везде провела все показала потом представила меня некоторым людям которые немного про свою работу рассказали мне и потом уже передала меня тем этому человеку который как бы за меня дальше будет отвечать ну или с тем человеком которым я буду работать до в это бюро и там у них как-то девять человек а там я не знаю сколько столов стоит и вот так вот все в рядок и я не знаю как там работать просто тяжело наверное там работать меня передали затем я должна была с этим человеком как бы говорить мне а потом они пришли сразу сказали ну или вот эта девушка пришла сразу сказала нет мы вас опять забираем и хочет ну самое главное с вами разговаривать у них четыре главных я не знала с кем я буду разговаривать и вот захожу я туда этот главный сидит в шортах сидит футболки сидит в таких вот тапочках я вообще привыкла на всех работах которых я работала я вообще ходила всегда в костюме в этот раз ну вот эту фирму я просто блузку надела и просто такие вот нормальные штаны не джинсы просто такие вот черные штаны из материала ну чтобы не так сильно как бы вырядиться но все-таки я думала там как-то немножечко получше одеваться но они там все так ходят футболках в шортах в майках вот таких вот ну я не знаю может быть это хорошо может быть это плохо не могу ничего на этот вопрос сказать или наш на вот этот вопрос ответить до зашла я к нему вон вот так сидит за своим лептопом ноутбуком и самую первый вопрос который мне ставит говорит вы нервничаете да но я думаю но что мне ему ответить но говорит а немного нервничаю потом он стал вообще мы не на одной волне с ним были совсем не на одной волне он не одно говорит я ему другое говорю он меня не хочет понимать я его хочу уже хотела понимать но в моей голове не складывалось что он вообще хочет ну потом короче он стал дальше допытывать допытывать спрашивает ну вот сейчас вот тут уже везде прошлись что вам осталось в голове я ему рассказала ну что айти нам не остались голове так как я с ними буду всегда работать они мне для меня они важны что ну информация с которой я дальше буду работать и все такое а с кем вы разговаривали там сколько людей свое имя сказали я просто имена не могу запоминать он мне стал имена перечитывать я говорю не знаю какой он был высокий низкий а там да какая разница я пришла сюда на работу не ну не запоминать не имена наверно вот это ему не очень понравилось потому что они сразу имена запомнила ну мне тоже много чего не понравилось да затем он стал меня сразу спрашивать да чтобы вы тут или с какой темы бы вы начали работать но вообще-то это так что у тебя что то есть ты с этим начинаешь работать но у них нет у них получается ничего нету и все полностью надо по-новому изобретать придумывать но вот это мне нравится но я ему что-то предложила ему опять не нравится что-то второе предложено ему опять не нравится ну вот так вот мы 47 минут с ним подискутировали он сказал так идите дальше ну с другими придете ко мне еще раз получается еще на один термин сегодня ну ладно потом пошла к тому у которого я должна работать мы сели с ним на улице они садятся на улице сидят за какими-то лавочками то сели с ним начали разговаривать ну про то что как они работают все такое я ему спрашивала много тем потому что например спросила как они работают если просто тебе надо уединиться и просто думать и работать то там у них есть какой-то такое бюро куда они могут садиться там полностью тишина но все-таки вот этот вот без конца шум гам это для моих нервов наверное не очень хорошо будет ну и вот потом мы еще разговаривали про другие темы чтобы я сделала как бы я бы это сделала и все такое да и я так поняла что я ему тоже не подхожу потому что мне кажется он понял что я в моей теме или в моей работе что я делаю что я там сильно я это могу сказать что я в моей работе сильно так как я много для этого делаю поэтому да много чего я умею и И вот, мне кажется, это он понял, и в моей работе вот эта конкуренция всегда есть. Если кто-то видит, что другой, может быть, по уровню своих знаний такой же, как и я, или, может быть, ещё даже лучше, то тут уже с опасением на этого человека смотрят. И вот я увидела в нём, что он как-то на меня с опасением смотрит, и поэтому, я думаю, с его стороны тоже, наверное, нет. И хочу сказать, да, затем мы все сели покушать, они там булочки заказали. Ещё пришли другие люди, которые тоже как бы в моей сфере будут работать или работают. Да, немножечко там поговорили, сколько лет, всё такое, чем занимаемся. Ну, я так поняла, что они вот такие вот, или эта фирма такая, что они без конца там и в обед, не знаю, может быть, два, два с половиной часа могут где-то сидеть, потом до ночи там, потом работать, не знаю, потом встречаются без конца. И вот, да, надо хорошо себя понимать с коллегами, но вот это вот сильно, они вот как бы, как можно это объяснить, они видят себя как семью. И для меня это, мне кажется, уже сильно много. Я не буду, например, каждую среду оставаться там, чтобы пойти с ним пиво пить, с ними пиво пить, да я и пиво не пью. Поэтому, да, вот такая вот навязчивость, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, навязчивость без конца что-то вместе делать, это сильно. И хочу сказать, что и с моей стороны, наверное, эта фирма не подходит совсем. Во-первых, с шефом мы не на одном уровне были. Или были на одном уровне, но да, что-то там не то было. Потом с главным мы точно не на одном уровне были. И вот остальное, шум, мне надо уединиться, мне надо в спокойствии работать. Это точно не подходит. И ещё, конечно, у них там парковок нету. Ну, где я буду там парковаться, что ли? Каждые 4 часа бегать и часы переставлять, это тоже не вариант. Поэтому, наверное, эта фирма мне не подходит. Да, вот такой вот у меня сегодня результат моего рабочего дня. Я надеялась на большее. Я думала, что и для меня как-то... Ну, ты идёшь на вот такую вот работу или на такой термин, и хочешь, у тебя что-то есть, какое-то воображение, как это должно быть. А в конце это совсем по-другому. Поэтому, да, как-то... Да, я лучшего чего-то ожидала. Ну, так оно и есть, лучше сейчас, чем позже. Лучше сейчас вот это всё увидеть, вот с этим всем быть как бы в контакте, чем потом, когда ты уже полностью всё подписал и должен там работать. Поэтому так намного лучше. Вот так, всё вам рассказала. Сейчас запишу видео, чтобы вам это выставить. И на сегодня я буду с вами прощаться. Вам всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.